Подвел итоги и определил стратегические ориентиры на будущее. Сегодня президент России Владимир Путин вновь обратился с посланием к Федеральному собранию уже в 18 раз. На выступление президента в гостином дворе присутствовали полторы тысячи человек. Это участники СВО, волонтеры, общественники, депутаты и сенаторы, журналисты, дипломаты, главы регионов. Самарскую область представили губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, сенаторы и депутаты Губернской думы, спикер областного парламента Геннадий Котельников, руководитель общественной палаты Виктор Сойфер. Президент России рассказал, что год назад было принято решение о проведении спецоперации. Донбасс боролся и не сдавался в условиях блокады и нескончаемых обстрелов. Верил и ждал, что Россия придет на помощь. Так и произошло. Между тем, и вы это хорошо знаете, мы делали все возможное, действительно, все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо ввели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. В это время, по словам президента, западные лидеры не торопились и за спиной у России готовили совсем другой сценарий. Расширение НАТО границам России, развертывание военных контингентов. Стало понятно, что отмашка на осуществление агрессивных планов дана. К февралю 2022 года все было готово для очередной карательной акции. Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать антироссию. Проект на самом деле не новый. Президент подчеркнул, Россия не воюет с народом Украины. Он стал заложником киевского режима и западных хозяев. Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. Владимир Путин в послании коснулся вопросов скорейшей интеграции в пространство страны новых республик. Их жители также имеют право на получение материнского капитала. Для всех жителей России он будет проиндексирован, как и МРОД, который в 2023 году вырастет на 18,5%, до 19242 рублей. Президент отметил, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. В прошлом году удалось добиться снижения безработицы на 3,7%. Для сравнения, до пандемии она составляла 4,7%. Владимир Путин выразил благодарность сельковспроизводителям. Российские аграрии собрали в минувшем году рекордный урожай. Что касается бизнеса, то у него появилась возможность занять ниши, которые освободились после ухода западных компаний. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающую промышленности, внутреннего туризма во многих других отраслях. С этого года семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога в случае продажи жилья. Президент предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 до 100 тысяч рублей, а вычет на лечение до 150 тысяч. Владимир Путин также предложил запустить программу строительства льготного арендного жилья для сотрудников ОПК со ставкой ниже рыночной. Значительную часть платы возьмет на себя государство. В России продолжится программа бесплатной газификации. Для граждан она будет действовать на постоянной основе. Предстоит существенно расширить мощь отечественной индустрии, нарастить мощности Транссиба и БАМа. В течение 10 лет нужно инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей. Особое внимание международному коридору Север-Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить сюда с осадкой не менее 4,5 метров. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор. В своем послании к Федеральному собранию президент затронул и тему образования в России. Он призвал повысить качество школьных и вузовских программ, вернуться к традиционным срокам обучения в вузах, уделить особое внимание подготовке специалистов рабочих профессий. За пять лет необходимо выучить миллион таких специалистов. За последние годы ощутимый вырос престиж-авторитет среднего профессионального образования. Спрос на выпускников техникумов и колледжей просто огромный, колоссальный. Считаю, особенно, вы понимаете, если у нас безработица сократилась до исторического минимума 3,7%, люди же работают, значит, работают, кадры нужны новые. Считаю, что мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры. По итогам послания глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала основные его тезисы, отметив, что в фокусе внимания президента – модернизация ЖКХ. Это действительно одна из самых важных сфер городской жизни. Износ сетей во многих российских населенных пунктах высок, не исключение Самары. Последствия этого ощущают на себе все жители города. Рада, что, несмотря на сложное рубежное время для нашей страны, намечены перспективы развития и модернизации не только этой, но и всех основных сфер жизни российских городов и сел, добавила глава города. В конце своего обращения президент России вернулся к теме СВО и заявил, что реальный боевой опыт в ходе спецоперации бесценен. Он должен быть положен в основу дальнейших шагов по укреплению вооруженных сил Российской Федерации. Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными командирами, будут кадровым резервом вооруженных сил. Также лидер страны объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Вопрос о приостановке ДСНВ могут поставить повестку заседания Госдумы уже в ближайшие дни. Ольга Павлова, Виктория Шарая, События.